Приветствую вас дорогие друзья, с вами Алексей Онжик Розелайф, продолжаем играть в Warcraft 3 и Region of House, глава 2, долгий поход. Два дня спустя, на пустынных равнинах Калимдора. Опять за орков играем, компания за орков. Это земля сурова и прекрасна. Совсем как та, откуда пришел мой народ. Да, минотавры всегда чтили мать землю. Свободные кочевья по бескрайним равнинам, далеко не самая худшая судьба. Юный вождь. Возможно, но мой народ Кэрн заслуживает той земли, которую мог бы назвать своей. Вождь, появился табун кентавров. Они скачут прямо на нас. Да справимся такой-то армией. Катой тяжело нагружены и нуждаются в отдыхе. Может быть тебе стоит остаться здесь и охранять караван, а нам поискать оазис? Ха! Не, а зачем со мной нянчиться, юноша? Может я и стар, но уж никак не без помощи. А нам дадут ими поуправлять? Чего? А, нет. Только своими войсками. Окей. Я вождь. Давайте забиндим. Три стрелка, три милишника и трал. Левел ап. Прокачаем. Призыв волков. Они на время, да, призываются? Ага, 60 секунд. В принципе, хорошо было бы молнию прокачать, чтобы был больше сплэш-урон, но на следующем уровне, если позволят это сделать, то обязательно сделаем. Так. Я, правда, не знаю, есть ли смысл рваться вперед или все-таки поближе быть к минотаврам. Вкусим. Стрелки должны хорошо справляться, правда, у них стрелки тоже есть. Так. Вы идете? Ха-ха. Они вообще стоят, стоят, смотрят. Удержите оборону! Защищайте Кадоев! Какую оборону-то? Я уже атакую. Вы че? А, на них и тут еще напали. Окей. Давайте поможем. Ну там-то я уже отковырял войска. Встать врасплох. Вот, хорошо, тут справились. А может полечиться немножко? У этого лучника очень-очень мало ХБ, и его, в принципе, легко могут отпустить. Источник жизни отлично. Эй, ты че бьешь меня? Давайте немножко побегаем еще вокруг. Вот здесь посмотрим, что есть. Потому что могут быть какие-нибудь артефакты полезные, которые можно будет заюзать потом. Стрелок пошел танковать, это не очень хорошо. Отходим. Отличненько. Давайте заюзаем молнию. Так. Ну и каких артефактов? Окей. Бежим вперед. И тут тоже куча воинов. А, и какой-то лагерь. Смотрите, ребята. Кентавры вернулись. А я покрою. И фокусят еще одного стрелка. Успел таки спасти. Отлично. Все-таки не очень приятно, что они фокусят стрелков. Свиток исцеления. То, что нужно. Давайте отпустим их здания. Разломаем ящики. Возможно, там будут какие-то хорошие артефакты. В принципе, мне бы хотелось, конечно же, не просто хилки, а какие-то артефакты для атаки, возможно, для трала. То есть, если он останется один, без воинов, то что бы сам мог зарешать в бою, скажем так. Ну, пропустите его. Так, тут всех отпустили. Бежим дальше. Они очень медленно передвигаются. Возможно, они ждут, когда как раз я пойду первый, и отпустят все впереди. И только потом они идут. Ну, убейтесь там сами. У вас куча кентавров и всего лишь два врага. Кстати, ребята, давайте похиляемся. Похиляем себя и похиляем этих кентавров. У них же тоже хп-шка не бесконечная. Идите сюда. Надо, чтобы они остановились. Вот. И сейчас ставим просто тотем вот этот. На отхил. И себя похиляем, и их похиляем. Ну, им-то намного проще. У них всего каких-то парочку противников их атакуют. А вот, сейчас в двоечка будем сражаться. Кентавры и мы со своей армией. И опять стрелка фокусит. Ну, что за чертяги? Что творят, а? Минус. Продвигаемся вперед. А возможно, реально по логике сделан так, чтобы я вместе с ними шел. Но они очень медленно идут. И как бы, ну, не особо приятно за ними следовать. Какой-то лагерь тоже. Давайте разобьем его. Что прикажете? То есть мы так будем просто очень много времени тратить, если будем вместе с ними бегать. Проще самим вперед пробежать. Пройти. Соймемся этим. Так. Никакого сундучка не оставили. Отлично. Отправляемся вперед. И практически уже подошли к этому источнику. Скорее всего, у них здесь кем-то охраняются, наверное. Нет? Хм. Странно. Даже никем не охраняются. А, нет. МНК, воин. Ты из клана боевых топоров? Наши, 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 наши. Отлично. Да, вождь. Я из отряда, который за тир отправил на поиски. При нападении конелюдов мы разделились. Не волнуйся. Лучше обстрелков побольше дали. А пока выпей воды из озера. Духи этого места восстановят твои силы. Да, 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 да. Уже восстановили. Защищайте конелюдов. Опять атака. Вот что творят чертяги-то? Атака, 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 атака. Ну, очень плохо, конечно, что нам дали кучу милишников, потому что стрелки в основном решают, а милишники так-сяк. Так, и тут разделение идет. Можно посуда пойти, можно потуда пойти. Даже не знаю, как лучше разделиться-то. Давайте заюзаем цепнуху. Как раз целей много. Она, так понял, первого уровня, да, четырех противников пустит, а второго уже шесть. Ну, плюс еще и урон будет дышать. Час пробил. Так, добейте его. Отлично. Ломаем их здание. Может, там будет какая-то вкусняшка. Духи не знают усталости. Но тут ничего нет. А пройти я здесь тоже не могу, да? Ну-ка, давайте. Да, здесь купик. Отправляемся сюда, посмотрим, что здесь. Никаких ни сундучков, ничего нам не оставляют. А если сундучки попадаются, то только скилками. Какая-то открытая площадка большая. О, вот я же так и думал, что атака будет. Ну-ка, пустим их. Хорош. А ты ломай сундук. Зелье маны очередное. Хорошо, мы справляемся. Давайте еще раз заюзаем молнию. Минус. Отпустили. Отправляемся дальше. Пенотавры следуют за нами спокойненько, так и непринужденно. Ох, дайте лучников, а. Но у милешников хорошо то, что у них хп-шки много. Вот это приятно, конечно. Фокус идет на трала. Это, в принципе, хорошо, потому что трал живучий. И ничего страшного, если они его по хп-шки немножко просадят. Тут ничего вроде больше нету. Держите оборону! Защищайте кодовый! Да какую оборону я уже всех отпустил там? Вот, кстати, вот эти ребятушки очень опасны. Они неплохо так шмаляют молниями. Давайте заюзаем свиток в лечении. Ну что, вы справились? Отлично, они справились. Продолжаем пустить ящериц. Боевые когти, ну наконец-то ж. Наконец-то нам дали боевые когти. Хоть что-то для трала нам дали в атаку. Куда милишники? Наступайте. Да. А куда идти, кстати, сюда или туда вот? А если я пошлю вот так вот напрямую по куда? А, по сюда пойду. Значит, пойдем сюда сперва. Давайте заюзаем зелья маны. И пошмаляем в них немножко молнии. Тут их какой-то лагерь. Возможно, кстати, будет и какая-то вкусняшка для нас. Хиляемся. А то все уже по ХП очень сильно просили. Как раз-таки можно похиляться. Эликсир маны очередной. И свиток чего? Исцеление. Хорошая вещь, кстати, в бою можно заюзать. Мгновенно восстанавливать. Там сколько-то часть ХП? 150, по-моему. Да, 150 ХП. Так, ну как, пусть где его? Здание это. Ну, практически на фул расхилялись. То есть, и можно продолжать путь дальше. Минотавры пошли дальше. Блин. Их тоже по ХП неплохо так просадили. Можно их полечить, в принципе. И можно, и нужно. Так, скажем так. Один практически умер. ХП очень мало. Так, откусили. Плохо, что целительных духов больше не осталось. Так. Давайте подойдем, их похиляем. Вот так вот. Чик. А рожь. А Кадои так и не похилялись. Держите оборону! Защищайте Кадоев! Да, 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 да. Займем все эти. Ну, сейчас мы их быстро разберем. В принципе, минотавры, стрелки всех быстро отпустят. Продвигаемся дальше. Так. А там что впереди такое? Приветствую тебя, вождь. Мы же своим услугам. Кто, кто, че? Табу. О! О, отряды конных мечников. Здравствуй. Покупаем хилки, покупаем такую хилку для тралла. Берем их в свою армию. Они тоже милишники. За честь. Дайте мне лучников лучше. За честь. Они намного сильнее, конечно, милишники, но... Но милишники это и есть милишники. А хочется стрелков. За честь. Дабу. Пусти их. А эти могут сеть кидать. О, хорош. Их можно, кстати, и с молнией немножко подамажить. Вперед. Ух, ух, ух. Накидываем сетку, они приземляются и уже пустим их на земле. Ухи не знают усталости. С этими справились отлично. Это здание их не ждет. Тюк. Ну-ка, давайте посмотрим, что там есть. Манте ученого. Можно ману, в принципе, свиток пропить. Потому что... Кроме трала, тут ману больше никто... Ни у кого нету, скажем так. Нету маны. Поэтому заюзаем свиток и продвигаемся вперед. Сюда, сестрички! Давно мы не лакомились чужеземным мясом! Да, я сейчас вас сам отпусю. Кидаем на них сетки. Не советую, дорогуши. Когда мои волчары прижмут вас к земле, вырваться вам не удастся. Точно. Так фишка в том, что они как раз-таки фокусят именно стрелков, я так понимаю. О, хорош. Минусанули, тотем силы. Заюзать не могу. Ну, давайте похиляем тогда войска свои. И возьмем тотем силы. Повышение силы героя на один. Ну, на один это смешно, конечно. Одного стрелка еще отпустили. Собственно говоря, в армии остался еще один. Сейчас, 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 бегу. Ой, стоп, что это? Эликсир маны. Ну, давайте эту ману пропьем, эту возьмем. Отлично, фулл мана. Да. Ой, неплохо их так продамажили, в принципе. Давайте их тоже похиляем. Бежим, 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 бежим. Чик. Хорош. И отправляемся дальше. Источник жизни. Я, правда, не знаю, мининтауру будут стоять в нем, нет? Чтобы отхиляться. Но у меня, в принципе, фулл хп, поэтому... Нет, он не нужен. Ну, наконец-то, оазис. Херяйтесь, что? Катапульты боевых топоров. Могут пригодиться. Катапульта. Отлично. Ну, давайте одну возьмем, у нас как раз в армии одного юбита не хватает. А те две штучки пусть стоят. Возможно, потом пригодятся еще. Пусть их. А, во, как раз тут много зданий. Давайте их через атаку пошлем куда-нибудь вот сюда. Нихрена себя не всаживают. Вы посмотрите, что творят чертяги. Урон вообще колоссальный. Да-да-да-да, буду защищать Кадоев когда-нибудь в другой раз. Сами справитесь. Неплохо они так меня продамажили, очень неплохо. Духи не знают усталости. И там еще вышка. Эй-эй-эй-эй, давайте все вместе. Никто не уйдет. Вот та рука. Так. И я вошь. Атакуйте, атакуйте, атакуйте. Главное, чтобы Катапульты не отпустили. Они, в принципе, по зданиям неплохо вливают. Это вообще один хп, наверное. И как раз таки умер. Тюх. Да ничего страшного, справимся. В любом случае. Сейчас, я так понял, уже тут все близится к своему логическому завершению. Пусти, 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 пусти все. О-о-о. Станы прописывают нам неплохо. Добу. Хорош. Это мы минусанули. Он, кстати, сейчас воскреснет же. Защит. Книга ловкости, отлично. И он воскресает сейчас. Сейчас пробил. Повторяем атаку. Повторяем атаку. Да. Катапульты неплохо так вливают. Трал танкует, а катапульты вливают основной урон. Защищайте. Да, 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 да. Защищу, защищу. Не, ну тут атаки вообще мега слабые на них. Добу. То, что мне приходится делать. И какие атаки на них, это просто смех. Все, продвигаемся дальше. Добу. Хм. Еще очередная башня. Добу. Давайте хилочку пропьем на всякий случай. А то сильно по хп бросает Страл. Молдовры как раз за этим перевалом. На бою с кентаврой разграбят караван раньше, чем он достигнет цели. Справимся, справимся. У меня еще катапульты живы. Нет, там не уйдет. Вот так и тут башня, что ли. Да. Жесть. Я как-то этот момент просмотрел. Добу. Продвигаемся дальше. Сейчас три катапульты достаточно быстро разберут эту вышку. Отлично. Минус А нули. Хп у юнитов очень мало. Юнита в принципе мало осталось. Как-то немножко неграмотно я дрался. Но ничего страшного. Я думаю справимся. В любом случае. Минотавры живы. И они нам помогут затащить. Это очередной алтарь жизни. Да? Источник жизни. Хорошо. Катапульты там не хиляют. Они ж типа механические. Ну наконец-то оазис. Точно. Наконец-то. Ну катапульты да. Катапульты не починить. Кстати у меня левел ап уже прокачался. Я что-то сейчас только что заметил. Пьем манку. Защищайте кодоев. А кто атакует-то я понять не могу. Ага. Всего лишь два юнита противника. А он уже кипиш такой поднял. Основное здание выполнено. Отлично. Давайте пробежимся сюда. Да. Может здесь какая-то вкусняшка будет? Табу. Хм. Опа. И конец. Кэрн. Караван не успеет пройти. Пусть гнев матери земли восстаст. Этим мерзавцам по заслугам. Это он в горы опрокинул что ли? Ничего себе. Больше они нас не побеспокоят. А ты юный вождь. Можешь продолжать свои поиски. Так ты мне должен был показать Диараклу. Какие поиски? Что он собой представляет? В легенда говорится, что он видит нити судьбы такими, как их сплела Мать-Земля. Только он может показать тебе твою судьбу. Где мне его искать? Далеко на севере, у мглистого подножья Хиджельских гор, находится пик Каменный Коготь. Там, в пещере, ты найдешь своего Оракула. Отправляйся в путь. Я дам тебе лучших кодоев. Лучше стрелков не дай. Благодарю, Херн. Я не забуду тебя. Иди с честью, юный вождь. Да хранит тебя Мать-Земля. Спасибо. Кодоев. А какой мне смысл от кодоев? Они даже атаковать вроде не могут. Ну что ж, об этом мы узнаем в следующих эпизодах. А этот завершим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, вступайте в группу ВКонтакте, Твиттере. Все ссылочки в описании под видео, так же, как и ссылочка про прохождение игры. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.